10.00 столица Кадахстана. Время новостей на канале Хабар 24. С вами Арстан Балтин. Доброе утро. 10.00 столица Кадахстана. Почему-то второй собственник помещений перестал получать деньги. Это и послужило поводом судебных разбирательств. К моему доверителю та компания, которой платится арендная плата, не имеет никакого отношения. С моим доверителем не составлены никакие договора о доверительном управлении, или же передаче, или же продаже в собственность одной-второй доли данного здания. Таким образом, собственник, мой доверитель, не получает арендную плату на протяжении уже 10 месяцев 2019 года. И общая сумма недополученной аренды составляет более 77 миллионов тенге. За подробностями этого дела наши корреспонденты обратились в пресс-службу Павлодарского областного суда. Там наличие судебного иска по данному делу подтвердили. Однако, комментарии с разъяснениями получить не удалось. Главное судебное разбирательство по иску о выселении из здания назначено на 25 ноября. Почти в 50 дворах Петропавловска жильцы самовольно перекрыли проезжие части. Для преграды горожане в основном используют бетонные блоки и самодельные шлагбаумы. Эти препятствия мешают работе экстренных служб, у которых во время ЧП на счету каждая секунда. Сотрудники департамента ПОЧС совместно с участковыми приступили к ликвидации подобных ограждений. Вместо этих конструкций председателям КСК советуют устанавливать лежачих полицейских. В прошлом году моего ребенка чуть не сбила машина, поэтому мы поставили эту оградку. Сами? Сами. И сейчас машины не приезжают, приезжают вот так через Алабай, а на Каманино выезжают. А так они дорогу сократят. Должны быть проезды именно с двух продольных сторон для любой этажности домов, для того, чтобы пожарная техника могла или скорая помощь могли свободно иметь доступ к любому подъезду подъехать. Потому что каждая минута, каждая секунда у нас идет на счету. В Актюбинской области поэтапно решается проблема трехсменного обучения. До конца этого года новые школы введут в эксплуатацию в одном из микрорайонов Актюбе и в некоторых районах региона. Айсулу Махмутов рассказывает. Для Найли Кужаковой Батамшинская средняя школа не просто место работы, а второй дом. За этими стенами связаны лучшие годы ее жизни. Детство и юношества, затем работа в должности организатора, в последние 10 лет руководство. Учебное заведение самое образцовое в округе. Единственная проблема заключается в чрезмерной переполненности. Эта школа рассчитана на 150 мест. Площадь. Занимается в ней на сегодня 402 ребенка в три смены. Подсменкой занимается у нас по времени с 11.20 до 4.40. Охват 46 детей. Средняя звена это более такое, что неуязвимое. Положенную норму количество учащихся превышает в более чем два раза, что доставляет немало хлопот как детям, так и взрослым. Последняя смена покидает заведение к 8 часам вечера. В таком режиме общеобразовательное учреждение работает с 2017 года. В селе у нас закрываются школы в связи с тем, что там мало детей и многие переезжают в районный центр. И здесь увеличилось число детей. И приезжает очень много людей из других районов, потому что здесь перспектива есть, работу находят, газовое отопление, тепло. Решить проблему трехсменного обучения в селе Батамша руководство Каргалинского района обещает уже в следующем году. На территории райцентра этим летом началось строительство современной школы и интерната на 70 койко-мест. Стоимость проекта более 1 миллиарда тенге. Работы в самом разгаре. В данный момент мы производим работы по кирпичной кладке интерната и монтажу железобетонных конструкций школы завозка грунта в подвальное помещение ниже отметки нуля и выверка колонн идет. Значит, работы планируем закончить согласно графику 1 сентября 2020 года. До конца года в регионе планируют ввести в эксплуатацию две новые школы в селе Иргиз на 300 мест, а также в жилом массиве Нур-Ахтубе, расположенном на территории областного центра. Таким образом, количество трехсменных учебных заведений сократится с 12 до 10. Айсул Махмутова, Булат Молдогалиев, Актюбинская область, Хабар, 24. Россия и Турция начали первое совместное патрулирование сирийской границы. Об этом сообщили в оборонных ведомствах обеих стран. Колонна выехала от пункта таможенного перехода Дербесия и двинулась в западном направлении. В составе российские броневики «Тигр» и «Тайфун», турецкие «Керпи» и их безопасность обеспечивает БТР. Всего 9 машин. Ситуация на сирийско-турецкой границе обострилась после того, как Анкара начала операцию «Источник мира». Заявленные цели – это борьба с экстремистами и создание коридора безопасности для возвращения беженцев. Однако нельзя сказать, что она прошла успешно. В Европе действия Анкары осудили и назвали вторжением. А США, которые вывели своих солдат с территории, в итоге также потребовали от Турции остановиться. Лесные пожары, бушующие в американском штате Калифорнии, угрожают еще одному населенному пункту. Это город Сан-Бернардино. Там огонь уже уничтожил 4 жилых дома. Местные власти объявили эвакуацию людей. Накануне пламя добралось до Сэмивэлли, где впервые со времен Второй мировой войны для тушения пожаров были привлечены заключенные. Отмечу, Калифорния охвачена огнем уже больше недели. В регионе действует режим ЧАЭС. Эвакуированы свыше 220 тысяч человек. По предварительной версии, пожар начался из-за аварии на линии электропередачи. Работы казахстанской художницы были признаны лучшими на конкурсе арт-инсталляции «The London Ultra». Урия Джурик получила главный приз и денежную премию. Побывал на выставке и лично поздравил художницу наш корреспондент Галамжан Хараманова. 31 октября – день, когда Великобритания должна была выйти из состава ЕС. По ряду причин в очередной раз дата была перенесена. Но привыкшие к отстрочкам британцы не унывают. Наоборот, нарядившись в хэллоуинские костюмы, гуляют по выставкам. Арт-инсталляции, в свою очередь, поражают своей разнообразностью и ценами. Вот эта картина, которую через приложение можно оживить, стоит в переводе в тенге 6 миллионов. Урия Джурик пока не монетизировала свои работы. Хотя уже имеет восторженные отзывы критиков. Ее работа взорвала мое сознание. Она совершенно не похожа на других. Использование пространства, цвета, текстуры абсолютно фантастическое. Инсталляция Урии сделана из шерсти и напоминает вены и нервные волокна. Таким образом, автор хочет выразить обеспокоенность современными проблемами человечества. Люди в погоне за технологическим и экономическим прогрессом теряют исконную связь с природой. И вселенной считает художница. Одновременно мы все больше даже отдаляемся не только от природы, но друг от друга. То есть эти же технологии, они нас вроде бы и соединяют, в то же время разъединяют. Люди чувствуют себя в этой всемирной сети очень часто за вот этими красивыми профилями, фотографиями в соцсетях. Они чувствуют себя на самом деле более одинокими. Организаторы The London Ultra посчитали казахстанскую художницу среди сотен участников со всего мира лучшей и вручили главный приз, а также тысячу фунтов стерлингов. Урия и дальше планирует использовать в своих работах древний материал кочевников и представлять Казахстан на престижных международных выставках. Раунджан Хараман, Великобритания, Лондон, специально для Хабар-24. В Таразе стали известны имена восьмерых ветеранов Великой Отечественной войны, которые в те годы были представлены к званию Героя Советского Союза, но заслуженные награды так и не получили. Архивариусы говорят, что причины на это самые разные. Кто-то был работником НКВД, другие потомками зажиточных баев кулаков, а у кого-то репрессированные родственники. Документы о подтверждении высокого звания прислали из Татарстана. Анастасия Сулейманова продолжит. Умбиткол Джейнбаев прошел всю войну и дошел до Берлина. Воевал на Северо-Западном и Белорусском фронтах. А за форсирование реки Одер был представлен к званию Героя Советского Союза. Но заслуженную награду так и не получил. Дочь Гульзахера рассказывает, что чувство обиды за отца до сих пор ее не покидает. Солдата Победы не стало 10 лет назад. А в этом году родственники получили хорошее известие. В одной из газет опубликовали фамилии восьми ветеранов-жамбулцев, которые так и не получили свою звезду-героя. В списке оказался и Умбиткол Джейнбаев. Дочери говорят, что их отец был очень скромным и сам никаких наград никогда не просил. Был очень простым. Войну от начала до конца прошел. Поэтому он всегда говорил, пусть наше поколение, наши дети, внуки, пусть больше никогда не будет войны, пусть вы такой кошмар не видели. Поэтому он не любил про войну говорить. Сейчас родные бережно хранят документы ветерана. Память Умбиткола Джейнбаева и всех павших в Великой Отечественной войне почтили возложением цветов. Теперь родственники планируют передать некоторые личные вещи ветерана в музей. А также мечтают, чтобы имя их героя носила одна из школ Байзахского района. Ведь бывший солдат Победы посвятил полвека преподавательской деятельности и внес весомый вклад в воспитание детей. Между тем, архивариусы рассказывают, что в списке представленных к званию Героя Советского Союза 133 казахстанских воина. Но награды они не получили. Причины самые разные. Кто-то был работником НКВД, другие – потомками зажиточных баев кулаков. А у кого-то – репрессированные родственники. Например, знаменитый снайпер, уроженец Шамбулской области Ибраим Сулейменов также не получил звания Героя Советского Союза. О списке восьми жамбулцев, которым полагались такие высокие награды, в архиве узнали недавно. Нам письмо пришло с Таташстана, что у них сохранены такие сведения, что они были предоставлены к награде. Восемь человек знают ли наши архивы про такие данные. Мы дальше это изучать начали. Но в первую очередь тогда была задача у нас, чтобы эти восемь человек попали в наш список. Есть или нет они. Мы проверяли, те, что были в списке, остались, а кого не было, на основании документов мы их включили в этот список. Из восьми жамбулских солдат подтверждающие документы нашли только о пяти. Данные об остальных хранятся в архивах Подольска. Всего же в регионе официально числятся 39 Героев Советского Союза. В то время из жамбулской области на фронт отправились более 100 тысяч человек. Из них лишь половина вернулась живыми. Их имена высечены на специальных стенах в парке Женес, как дань памяти и уважения за мирное время. Анастасия Сулейманова, Бахожамбапаев, Санхатила, Тарас Хабар, 24. СОБР без масок и автоматов в Караганде. В свободное от работы время бойцы специального отряда быстрого назначения помогают малообеспеченным семьям. Колют дрова, ремонтируют сараи, кроют крыши, а также на собственные деньги покупают продукты и уголь. О нуждающихся СОБРовцы узнают из социальных сетей и намерены продолжать акцию добрых дел. У меня трое детей, которых я воспитываю одна. Дом мы снимаем. Я очень благодарна этим людям за помощь, которую они оказали нашей семье. Привезли уголь, дрова. У меня просто нет слов. А на западе страны стартовала акция «Безопасные дороги региона». Основная цель которой – профилактика дорожно-транспортных происшествий и снижение количества смертельных случаев на дорогах. С начала года в регионе произошло почти 120 ДТП, в которых погибли 34 человека. В рамках акции специалисты провели разъяснительную работу со школьниками и педагогами. Кроме этого, планируется провести тренинги с сотрудниками автопарков. А для студентов были организованы экскурсии в специализированный центр обслуживания населения. Их ознакомили с новыми методами оценки теоретических и практических знаний по правилам дорожного движения. Произошли изменения, что теперь уже экзамены не как раньше. Три попытки были у кандидатов-водителя. Сейчас можно сдавать ежедневно. Мы посетили наш диспетчерский пункт, показали, как это все делается, как сдают экзамены, как раньше не сидит комиссия уже в классах экзамена, потому что человеческий фактор отсутствует. Включаем программу, включили программу к кандидату, вышли с экзаменационного класса. Там только сидят сами курсанты и сдают теоретические экзамены. В нашем проекте мы, помимо этого, работаем со всеми школами города. Мы обеспечили детей 50 школ Уральска светоотражающими брелками. Ведется работа по обучению детей в школах по правилам дорожного движения. Огромная работа проведена с педагогами, обучение, с автопарками тоже тренинги обучения провели. К этой минуте все. Вам хорошей субботы. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok